Доброго времени суток. Вчера дочистил свой системный блок. Пришлось для этого купить некоторые вещи. Две очень длинных отвертки, потому что короткими кулер беквайтовски не открутить. Кусачки для ногтей, которыми кусал стяжки. Стяжечки. Такую жидкость для очистки. Салфетки. Кстати, их еще не испытывал. Большой баллон для воздуха с сожжатым воздухом. Кстати, это... Кстати, действительно он классный большой баллон. Причем стоит он почти столько же. Немножко только больше, чем маленькие баллоны в половину его размера. Такие вот примерно. Он в два раза больше и стоит тех же денег фактически. Самое классное это вот эта вот покупка. Вот этот вот скальпель разборный. Купил я его в фикс прайсе. Это этот все по 53. Вот тут упаковка со сменными лезвиями. Вот сам этот скальпель. Он алюминиевый. Тут цанговый сжим. Причем стоит недорого. Очень недорого. Действительно классная штука. Лучше мы их скальпелей старых монолитных. Вот цанга у него. Такая вот разборная. Так вот ему все выглядит. Вот эта вот цанга. Вот эта вот зажимается. Затягиваешь и оно зажимает лезвие. Вот это лезвие, которое в него вставлено. А вот тут вот набор с лезвиями сменными. Причем они тут разнообразной формы, что очень удобно. Это вот второе такое же как первое. Дальше идет вот такое вот узкое. Вот такое вот пошире. Там идет вот такое вот со ступенькой. И вот такое вот плоское. Я скажу вот прямо вот эту вот штуку. Если занимаетесь там ремонтом электроники какой-то. Это просто очень классный инструмент. Я очень рад, что я его купил. Мне прям повезло. Держится достаточно прочно. То есть это можно что-то там на плате делать. Что-то отрезать, подрезать. Пластик. Фольгу на плате. Так что вот так. Ну вчера у меня там случилось и неприятность. Чистил, когда кулер вот этот вот уронил с третьего этажа на траву. Но две лопасти отлетело. А неприятность тут в том, что это кулер биквайтовский. И он как-то вставится между двумя половинками башни, между радиаторами. Он узкий. Уже, чем они обычные такие вот кулеры. И диаметр его не 140, и не 120, а 135 миллиметров. И он отдельно, я его сказал, найти не смог. И он продается только вот в сборе с другой башней, меньшей, более слабенькой. И там цена на вид начинается от 3000. Часто у меня процессор работает так не особо активно. Так что справляется и фронтальный кулер. Ну придется, похоже, какую-то маленькую эту башню с таким же вот кулером покупать. И переставлять. А туда какой-то другой биквайтовский кулер колхозить вот такими вот креплениями. Которые вот сюда вот так вот. И его цепляют к радиатору, к ребрам. Вот так вот. Так вот с одной стороны, вот что я купил вот эту вот вещь, это радостная новость. С другой стороны, что мне придется, я попал на 3000 минимум, чтобы купить кулер, не очень радостная новость. Но у меня процессор там 6-ядерный пока. Ryzen 53600. И поэтому пока и с одним кулером живет. С одним Карлосом. Ну, кажется, покупать все равно придется. Вот так вот. Не считайте это рекламой. Мне никто не проплачивал за рекламу этого ножа. Ответ фикс прайса, этого скальпеля со сменными лезвиями. Он просто реально классный. Всем удачи, всем пока, до новых встреч, товарищи.